Салям алейкум, с вами Крымская Солидарность. Сегодня мы находимся в доме политзаключенного Руслана Нагаева. Как видите, напротив находится дочь Севиль Нагаева. Салям алейкум. Как Руслан Нага начал соблюдать нормы ислама? Мой папа начал соблюдать нормы ислама еще очень давно, лет 25 назад. И я помню, что он очень много изучал исламской литературы, читал Тору, читал Библию, читал Коран на разных языках. Момент просто пришел к тому, что ислам это самое верное, самое правильное. Мы знаем, что он в пятничной молитве всегда подготавливался. Если можно, об этом чуть-чуть расскажите, пожалуйста. Мой бабашка очень серьезно относился к пятничным молитвам, к проповедям. Он готовился за несколько дней, у него очень много записей было. Это прям такие серьезные доклады, которые были с разных сторон, рассматривали вопросы ислама, вопросы обыденной жизни. Моему бабашке очень важно было, он очень переживал за свой народ. Ему важно было помочь людям узнать все об исламе, помочь людям начать правильную жизнь, помочь людям начать праведную жизнь. Я до сих пор не понимаю, за что сидит мой бабашка. За то, что он мусульманин, за то, что он выполняет обряды, за то, что он соблюдает все правила ислама, за то, что он помогает другим людям соблюдать ислам, за то, что он доносит информацию об исламе, за то, что он вообще в принципе верующий человек. На последнем суде в Ростове-на-Дону прокурор запросил для моего бабашки Руслана Нагаева 15 лет лишения свободы. 15 лет запросил? Да. Когда его арестовали, нас очень поддерживали. И была такая история, что поддерживали нас не только мусульмане, но и христиане. И была такая история, что местный участковый, не мусульманин, дал очень хорошую характеристику после ареста на бабашку. И, ну, на самом деле все до сих пор удивляются, что все это происходит и не могут во все это поверить. А можете сказать, как он познакомился с членами религиозной общины Алушта, Ленуром Халиловым, Рустамом Месутовым? Алушта и Малореченска – это почти одно и то же. И здесь все друг друга знают, особенно мусульмане. Ну, это естественно, что крымские татары знают друг друга. Мы знаем своих соседей, знаем всех вокруг. И они уже знакомы лет 20, наверное. И папа очень много ездил в Алуштинскую мечеть, помогал организовывать праздники, помогал проводить обряды, проводить намазы. Я очень надеюсь, что когда-нибудь люди поймут, что такое ислам. И поймут, что мусульмане – это не террористы, это обычные люди, которые хотят добра, хотят справедливости и несут эту справедливость. И единственное, что нам дает силы – это вера во Всевышнего и поддержка джемата. Мы верим, что все это закончится. Мы верим, что закончится эта несправедливость, закончится это обвинение мусульман непонятно в чем. И верим, что это произойдет в скором времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова